Всем привет! В этом видео мы будем использовать Markdown файлы для создания контента наших страниц. Итак, что такое Markdown? Markdown — это язык текстовой разметки, который использует очень простой синтаксис. И этот язык очень легко конвертируется в обычный HTML. Я подготовил для вас небольшую ссылочку с описанием того, что собой представляет Markdown. И в качестве примера, если прокрутить чуть-чуть вниз, например, как у нас оформляются заголовки с помощью Markdown. Одна решетка трансформируется в заголовок H1 с точки зрения HTML. Соответственно, три решетки — это H3 и так далее. То есть все очень просто. И чтобы использовать Markdown файлы в нашем проекте, нам потребуется установить специальный так называемый трансформер-плагин, который будет трансформировать отдельные части наших документов, которые мы будем писать в формате Markdown, в данные, которые мы сможем использовать в приложении. И давайте перейдем на сайт Gatsby, зайдем в раздел Plugins и в поиске напишем слово Transformer. И сразу в левой части мы получим много разных трансформер-плагинов. И нас интересует вот этот вот Gatsby Transformer Remark. Если мы на него кликнем, здесь мы, как и для всех плагинов, увидим документацию, как он устанавливается, как он конфигурируется. Давайте мы его установим, скопируем вот эту вот строчку, перейдем в наш терминал. Я убью текущий процесс. И давайте запустим инсталляцию этого плагина и добавим флаг Save. Нажимаем Enter. Итак, наш плагин установлен. Давайте зайдем в файл Package.json и убедимся в этом. Вот он Gatsby Transformer Remark. Плагин он установлен. Отлично. И теперь давайте зарегистрируем наш новый плагин внутри файла Gatsby Config. Давайте я открою Gatsby Config. И с точки зрения конфигурации мы будем использовать только дефолтные опции нашего нового плагина. Поэтому мы просто пропишем название плагина внутри массива Plagins. Давайте скопируем название. Вот он в обратных кавычках. Копируем. И давайте вот здесь вот его прям сверху добавим. Вот так вот нажмем Save. И то есть, что мы сейчас имеем? Мы используем наш первый плагин Gatsby Source File System. Вот он находится здесь. Вернее, вот этот экземпляр. Для того, чтобы получить доступ к файлам в нашей конкретной директории. Эта директория называется Posts. И дальше мы используем наш новый плагин Transformer Remark, чтобы преобразовать содержимое полученных файлов в данные. Отлично. И теперь внутри нашей папки Posts давайте создадим наш первый Markdown файл. Давайте я перейду в папку Posts. И мы удалим все лишнее. Давайте удалим вот эту директорию. New Posts удаляем. И давайте мы переименуем вот этот вот файл Posts2. Мы скажем, что это у нас будет Post1. Точка не txt, а точка md. Расширение Markdown файлов. Так. И давайте здесь мы пропишем его базовое содержимое. У нас будет здесь три тире. Дальше у нас будет свойство title. И здесь мы, например, напишем путешествие в Рим. Дальше у нас будет свойство category. И мы с маленькой буквы напишем Italy. И у нас будет свойство URL. Это у нас адрес конкретной страницы. Мы скажем Italy trip. Так. И ниже мы поставим еще раз вот эти вот три тире. И ниже будет уже тело нашего поста, нашего документа. Давайте мы сделаем заголовок H1. Например, поездка в Рим. И ниже мы укажем какой-нибудь текст. Давайте я скопирую. Какой-нибудь вот этот вот автоматически сгенерированный. И давайте выделим, например, вот эту первую вот эти вот несколько слов жирным шрифтом. Это вот эти вот звездочки. Так, нажимаем Save. И теперь давайте перезапустим наш проект. Откроем терминал. И скажем Gatsby Develop. Итак, наш проект перезапустился. Давайте перейдем в наше приложение Graphical. Скопируем вот этот вот адрес. Итак, давайте удалим наш текущий запрос. Можно просто кликнуть на All File, вот этот вот запрос, и закрыть его. И здесь нам нужно создать наш новый запрос. Если мы посмотрим слева, то мы увидим, что мы получили два новых типа запросов. Первый называется All Markdown Remark. А второй называется просто Markdown Remark. И первый у нас для получения данных из всех файлов Markdown, а второй для получения данных из какого-то конкретного одного файла. Давайте зайдем вот в этот вот запрос All Markdown Remark. И мы видим, что у нас автоматически выбралось свойство Nodes. И внутри свойства Nodes мы можем прописать свойства, которые мы хотим получать для каждого Markdown файла. И давайте выберем, смотрите, нам доступен HTML. И давайте выберем свойства Front Matter. Здесь нам доступны свойства категории, title и URL, которые мы прописывали сверху нашего документа. И давайте нажмем Play. Посмотрим, что мы получаем в ответ. И мы видим, что мы получаем первое свойство Front Matter. Здесь все наши прописанные свойства. Вот они, то, что мы прописывали здесь сверху. Название, категория и URL. А внутри свойства HTML мы получаем HTML-версию нашего документа, HTML-версию тела нашего документа со всеми HTML-тегами. То есть у нас есть заголовок H1. Дальше мы хотели сделать жирным, выделить вот эти вот первые слова. Мы использовали одну звездочку, но, видите, это неправильно. Одна звездочка — это значит вот этот вот тег M. Мы это поменяем. А так у нас готовый HTML, который мы, собственно, готовы рендерить на нашей странице. Давайте перейдем в наш проект. И внутри папки Posts мы создадим еще несколько Markdown файлов. Давайте я просто скопирую, сделаю копию. У нас будет post2.md. Мы, например, скажем, римская пицца, категория Италия. И мы скажем, что URL этого поста будет RomePizza. У нас будет H1 римская пицца. И давайте поставим три вот эти звездочки. Вот так вот. Раз, два, три. Раз, два, три. А, вернее, давайте две. Две оставим. По-моему, это две у нас звездочки. Давайте то же самое сделаем в первом посте. Поменяем одну звездочку на две. Так, давайте сделаем еще один пост. Будет у нас post3. Здесь у нас будет греческий салат. Категория у нас будет Греция. И URL мы скажем, Greek Salad. Так, здесь мы тоже поменяем название. Греческий салат. Это у нас tag H1. И давайте еще один. Post4. Например, вечерняя Афина. Категория Греция. Скажем, Night Athens. И здесь тоже H1. Сделаем вечерние Афины. Нажимаем Save. И давайте перезапустим наш проект. Давайте перейдем в терминал. Убьем текущий процесс. И скажем Gatsby Develop. Наш проект перезапустился. Давайте обратно перейдем в Graphical. Перезагрузим страничку. И опять нажмем Play. И в ответе мы получим все наши посты со свойством HTML. С HTML-версией тела наших документов. И со всеми свойствами, которые мы прописывали для каждого документа. Это категория, название и URL. Отлично. Теперь мы можем обращаться к данным из наших Markdown файлов с помощью запроса в GraphQL. И в следующем видео мы отобразим ссылки на наши посты на главной странице нашего проекта. Увидимся с вами в следующем видео.